Мы описывали билинейные формы, которые встречались нам сегодня, разными способами. То это было скалярное произведение векторов, то есть мы брали произведение длин векторов на косинус угла между ними, то мы брали интеграл произведения функций. Есть ли какой-то главный генеральный способ, работающий в любой ситуации задать билинейную форму? По крайней мере для конечномерного пространства такой способ есть. И для того, чтобы задать билинейную форму в конечномерном пространстве, нужно для начала задать базис этого конечномерного пространства. После того, что будет задан базис конечномерного пространства, обычно в конечномерном пространстве много базисов, нам надо фиксировать какой-нибудь базис. После этого достаточно задать билинейную форму на всех парах базисных векторов. У нас базис состоит из N векторов, E1, так далее, E, N, надо задать значение билинейной формы на паре E1, E2, E1, E3, E3, E5, E4, E1. На всех парах базисных векторов надо задать значение билинейной формы. Это будет набор из N квадрат чисел, и если мы знаем этот набор из N квадрат чисел, мы можем задать значение билинейной формы на любой паре векторов из этого линейного пространства L. Для того, чтобы найти значение линейной формы b от x, y на паре векторов x, y, представим каждый из этих векторов как линейную комбинацию базисных векторов. Итак, пусть вектор x равен a1, e1 плюс a2, e2 плюс так далее плюс an, e, n, и вектор y равен b1, e1 плюс b2, e2 плюс и так далее плюс b, n, e, n. Мы разложили векторы x и y по базису e1 и так далее, e, n, по тому базису, который мы фиксировали в пространстве l. Посмотрим, чему теперь равно значение билинейной формы b на паре векторов x и y. Чтобы вычислить значение этой формы, мы можем сделать только одно. Мы можем воспользоваться билинейностью формы. Мы ничего больше про нее не знаем, кроме того, что она билинейна. Итак, b от x, y равно b от a1, e1, a2, e2 и так далее, a, n, e, n, y. Мы представили первый вектор x как линейную комбинацию базисных векторов. На первом месте стоит линейная комбинация базисных векторов. Значит, мы можем представить значение билинейной формы как сумму значений на каждом из слагаемых. Это будет b от a1, e1, y плюс b от a2, e2, y и так далее, b от a, n, e, n, y. Теперь у нас, смотрите, в левой части... Вот первая переменная уже почти что базисные векторы. Вторая переменная, y, она пока что не выражена через базисные векторы. Теперь нужно вынести множитель а и t из функции, вынести за функцию b. Мы получим, что значение функции билинейной формы b от x, y на паре векторов x, y равно а1, b от e1, y плюс а2, b от e2, y и так далее. Теперь нужно сделать то же самое с вектором y. Теперь мы представим в каждом из слагаемых, полученных, вектор y как линейную комбинацию базисных векторов. Что же, мы получаем, что опять билинейная форма b от x, y на паре векторов x, y равна а1 умножить на b от e1, b1, e1 плюс b2, e2 плюс и так далее, плюс bn, en и так далее. Для каждого слагаемого, которых мы уже получили в первой части много, мы представим y как линейную комбинацию базисных векторов. Воспользуемся еще раз билинейностью формы b и вынесем множители за знак функции, и разложим сумму как сумму значений формы и получим выражение, что b от x, y равно а1, b1 на b от e1, e1 плюс а1, b2 на b от e1, e2 и так далее. Мы получили много слагаемых, n квадрат слагаемых, каждая из которых имеет такой вид. Два сомножителя, два числовых множителя. Эти числовые множители – это просто координаты векторов x и y в базисе e. А потом идет значение билинейной формы b на какой-то паре базисных векторов. А именно слагаемые будут такого вида. a, i, t, b, j, t умножить на b от e, i, t, e, j. Мы получили ровно то, что утверждали. Мы получили доказательство утверждения. Действительно, мы выразили значение билинейной формы на любых двух векторах x и y через значение билинейной формы на базисных векторах. Итак, для того, чтобы найти значение билинейной формы на паре векторов x и y, нужно знать координаты векторов x и y в фиксированном базисе e1 и так далее, e, n. Значение билинейной формы b на всех парах базисных векторов e, i, t, e, j, t. Набор этих наборов чисел достаточно для того, чтобы узнать значение билинейной формы b на паре векторов x и y. Для того, чтобы найти значение билинейной формы на векторах x и y, мы используем некоторую таблицу значений билинейной формы на базисных векторах. Опять эту таблицу мы запишем в виде матрицы и увидим, что эта матрица действительно нужна в виде матрицы. Мы будем умножать эту матрицу на векторы, на другую матрицу по тому закону умножения матриц, который мы определили раньше, когда обсуждали линейное отображение, и увидим, что закон умножения матриц здесь нам тоже подходит. Здесь это действительно будет по существу, не просто таблица, а по-настоящему матрица. Итак, запишем в табличку, в матрицу все значения билинейной формы на парах базисных векторов. Мы получили матрицу билинейной формы. Как выражается значение билинейной формы на векторах x и y через координаты этих векторов и матрицу А? Выражается очень просто. Первый вектор мы запишем как строчку, запишем координаты первого вектора как строку, умножим этот вектор-строку на матрицу А, и после этого мы умножаем на вектор-столбец координат вектора y. Обычно мы векторы записываем не как векторы-строки, а как векторы-столбцы. Все-таки стандартная вещь, что координаты вектора пишут по столбцу, а не по строке. Поэтому мы запишем, что вместо того, чтобы писать вектор-строку, мы напишем вектор-столбец и его транспонируем. Транспонированный столбец – это как раз и есть строка. Итак, если мы обозначим вектор-столбец координат вектора x через ψ, а вектор-столбец координат вектора y через φ, то мы получим, что значение билинейной формы на векторах x и y равно ψ, транспонированное на А на φ, где А – это матрица билинейной формы. Матрица, составленная из значений билинейной формы на всех парах базисных векторов. Давайте найдем матрицы тех билинейных форм простых, которые нам уже встречались в примерах. Первая билинейная форма, которая нам встретилась, это скалярное произведение. Мы знаем, что скалярное произведение выражается через координаты. Если у нас есть два вектора – первый вектор x с координатами x1, x2, и второй вектор – вектор y с координатами y1, y2, то скалярное произведение этих векторов через координаты выразится как сумма х1, у1 плюс х2, у2, сумма произведений первых координат и произведений вторых координат. Матрица билинейной формы в этом случае будет просто единичной матрицей. Если мы умножим вектор с координатами х1, х2, транспонированный столбец, строчку, умножим на эту матрицу, а потом умножим на вектор столбец с координатами вектора у, мы как раз и получим такое выражение. Мы еще приводили пример билинейной формы специального вида, выраженной через координаты. Смотрите, эту билинейную форму тоже можно записать при помощи матрицы. И действительно, выражение через координаты получится как умножение строки на матрицу на столбец. Мы получим ровно ту билинейную форму, которая у нас возникла в начале лекции в примере. Матрица билинейной формы в этом случае будет вот такая. Это действительно, можно заметить, что это действительно здесь записаны значения билинейной формы на базисных векторах. Умножая вектор строку на эту матрицу на вектор столбец, смотрите, что происходит. Мы сначала строчку умножаем на матрицу и получаем снова строчку. После этого строчку умножаем на столбец и получаем число. Не матрицу, не вектор, а число. А именно мы получили как раз то значение билинейной формы, которое мы и хотели получить, записывая эту матрицу.